Привет! Сегодняшнее видео будет по уходу за собой и, наверное, такая достаточно необычная локация из всех тех, где я, как правило, начинаю снимать видео. Сегодня я вам расскажу, покажу, чем я пользуюсь по уходу за собой, всё от и до, и мы с вами устроим такой спай-дивишник, здесь вы ко мне присоединитесь, и мы проведём его вместе с вами, вы тоже порадуете себя таким расслабляющим уходом за собой. Я обожаю ухаживать за собой, для меня это действительно такие важные ритуалы, которые я выполняю, и их достаточно много, я про всё это вам сегодня расскажу. Давайте начнём с волос. Итак, когда я встала, нанесла на свои волосы пилинг-маску. Это пилинг-маска от аптечного бренда, и у меня есть также шампунь для волос от них, ещё что-то я от них использовала. Вот эту пилинг-маску я использую где-то раз в неделю. Обычно я наношу это за 30-20 минут до сна, эту маску только на корни, то есть я не наношу её на все волосы, наношу только на корни, и ложусь спать. Она немного подсыхает, поэтому не пачкает подушку, постельное бельё, и с утра я просыпаюсь, иду мыть голову, и волосы чувствуют себя прекрасно. Я это делаю для того, чтобы у меня кожа головы не шелушилась, потому что у неё как раз основные свойства. Она устраняет зуд, перхать, шелушение и снимает воспаление. Когда я буду мыть голову, я буду использовать вот этот шампунь, мне нужно использовать он от этой же марки, и он идёт для нормальной и жирной кожи головы. Вот мне тут чуть-чуть осталось использовать, наверное, за этот раз да использую. Голову я промываю два раза, промываю полностью все волосы, не только корни, и затем я наношу маску. Маски у меня две. Первая маска от Киростас. Эта маска мне нравится, но знаете, я почему-то не замечаю никакой глобальной разницы между бюджетными средствами, между дорогими средствами. Вот не вижу я этой разницы. И маска у меня есть от Кенсука. Надеюсь, я правильно произнесла название этого бренда. Я покупала его в подружке, огромная банка, и она также хорошо справляется с увлажнением волос, с их питанием, волосы выглядят красивыми. Так что я для волос приемлю какие-то более бюджетные средства и могу их использовать. Мне нравится, как они работают. Итак, давайте перейдём. Я буду набирать ванну. Ещё во время до ванны, до душа я обычно делаю массаж сухой щёткой, и в душе я использую скрабы. Сейчас из тех скрабов, которые я использую, это от Зелинский скраб. Скраб очень приятно пахнет и приятно увлажняет кожу. И также у меня есть такой скраб от Hello Body, прекрасный скраб, но я хочу его оставить на лето, потому что он оставляет золотистый оттенок на коже, который будет красиво смотреться с открытыми участками тела. Продолжение следует... Ну что, я успешно помыла голову, приняла ванну, чувствую себя прекрасно. И сейчас буду делать постпомывочный уход за волосами. Я решила сделать курс для волос никотиновой кислоты. У меня она от Renival. В упаковке у вас идут такие ампулы, которые легко отмеряются друг от друга, и их спокойно можно брать с собой, потому что они в такой пластмассовой упаковке, не в стеклянной. Вы проворачиваете вот эту верхушечку, и всё, у вас открыта ампула. Наносится никотиновая кислота на корни волос. Никотиновая кислота благоприятно влияет на рост волос в целом, активизирует спящие луковицы. Мне нравится следить за своими волосами, нравится за ними ухаживать. И я сейчас отращиваю свой родной цвет. У меня волосы были испорчены, ну как не испорчены, я очень много лет осветлялась, и я поняла, что уже пришло время восстановить свои волосы, а не мучить их дальше. И поэтому я хочу, чтобы они быстрее отросли, никотиновая кислота этому хорошо способствует. Втираю её в корни массирующими движениями, и её не нужно наносить по всей длине волос, вы наносите это только на ваши корни. Эта никотиновая кислота продаётся во всех аптеках, поэтому если вы тоже захотите сделать курс никотиновой кислоты для своих волос, я думаю, не составит труда найти её. Ещё есть полезный свойств никотиновой кислоты, она предотвращает выпадение волос и укрепляет корни. Особенно, я думаю, это будет полезно тем, кто после коронавируса, после болезней, бывает часто волосы начинают выпадать, причём не сразу, а через какое-то время. И вот как раз для их восстановления. Да и в целом, просто такой курс для профилактики точно вам не напредит, не сделает хуже. Наоборот, волосы будут расти более крепкими, здоровыми и густыми. Витаминизирующая сыворотка для волос от какого-то карельского бренда. Просто, чтобы волосы хорошо себя чувствовали. И, кстати, эта сыворотка безумно приятно пахнет. И потом пахнет от волос. Так, и ещё наношу на кончике волос немного масла от Керастаз. Растираю в ладонях. Использую буквально капельку всегда на всю массу волос, потому что иначе мои волосы будут выглядеть грязными. На них это сильно видно. Я расчесала волосы, подсушу их и уложу чуть попозже, когда они подсохнут. И мы ещё сделаем маску для лица. Я решила пойти по полной программе. Маска для лица у меня от Hello Body. Это тоже мне нравится их маска. Мне вообще, в принципе, нравится продукция этой марки. Выдавливаю на кисть. И наношу на своё лицо. Итак, давайте сделаем макияж. Я всегда обязательно наношу SPF крем на лицо и на зону шеи. На тело я сейчас не наношу, потому что ещё не хожу в какой-то сильно открытой одежде. Так, наносим немного на руку. Кстати, этот крем SPF, он выглядит как сияющая база под макияж. Кожа с этим кремом очень хорошо смотрится. И я трепетно отношусь к коже, ухаживаю за ней, потому что не хочу рано постареть. Как бы смешно это не звучало в 19 лет. Но это имеет накопительный эффект и спорт, и питание. Да, вы не замечаете этого прямо сейчас, но в результате это даст свои плоды. Так что защищаю кожу обязательно. Плюс у меня Витилиго. Это белые пятна по всему телу и на лице они в том числе есть. Просто из-за того, что у меня светлая кожа, этого не заметно. Но у меня есть Витилиго также на лице, и нужно защищать лицо мне особенно. Тональная основа, кстати, мне очень нравится тональная основа от Stellar. Прям бюджетный хороший вариант. У меня есть также тональная основа от L'Oreal. Есть... Ой, от L'Oreal, от Dior. От Eves Saint Laurent. И в итоге сейчас у меня рука тянется именно к этой тональной основе от Stellar. Я практически каждый день сейчас его использую. Также я все наношу на руку. И кистью буду набирать, наносить на лицо. Я закончила свой макияж, и мои волосы почти высохли, поэтому сейчас буду их сушить, укладывать феном. И если вы не знали, у меня мои натуральные волосы, вот, они выглядят таким образом. На самом деле я какая-то волнистая, кучерявая, и эта волна усиливается постоянно по мере моего взросления. Надеюсь, мои волосы не начнут закручиваться прям в кучеряшке, как у моей мамы, потому что я бы все-таки хотела более прямые волосы. Но из-за того, что они достаточно пористые, хорошо держатся укладки на них. Наношу термозащиту обязательно, всегда наношу термозащиту. Для меня это 100% обязательное условие. И у меня это термозащита от бренда Evo. Не знаю, честно, как правильно произносится. Покупала в золотом яблоке, достаточно дорогая термозащита. Все, пойдемте сушить голову. Продолжение следует... Ну и финальные шаги, которыми я хочу завершить этот прекрасный... Я не знаю, прекрасное утро, которое я провела с пользой для себя. Я наношу спрей от Victoria's Secret. Этот спрей мне нравится со своим ароматом, что он очень свежий. Я понимаю, что Victoria's Secret сейчас у нас не работает. Но если вдруг вы где-то будете, видите Victoria's Secret, то это аромат Aqua Kiss. Он такой прям легкий. Ну, кстати, достаточно быстро выветривается. Надеваю свое колечко любимое и хочу еще нанести румяна. Давайте еще нанесем румяна и на этом закончим. Добавим румяна в таком персиково-оранжевом оттенке от Kylie. 211 номер. Набираю на кисть. Немного стряхиваю. И наношу просто на свои щечки. Теперь я чувствую, что я полностью готова к сегодняшнему дню. Чувствую себя прекрасной. И я люблю иногда так проводить утро, конечно, когда у меня есть время и я никуда сильно не тороплюсь. И подобное можно делать для себя также по вечерам. Это своеобразные свидания с самим собой. Когда ты находишься наедине с собой, у тебя в голове твои мысли, ты что-то обдумываешь. Кстати, мне часто в такие моменты может прийти что-то интересное, какая-то интересная мысль, которую я потом могу реализовать. И надеюсь, вы тоже уделяете себе время. Это правда важно. Это восстанавливает ресурс. Один из способов восстановления вашего ресурса — это также с помощью тела. То есть через тело, через расслабление, через снятие ваших каких-то зажимов, напряженностей. Я вас очень сильно люблю. Любите себя. Скоро с вами увидимся. И всем пока!